Советская страна Советская страна Советская страна Наша страна за последние 4 года потеряла 8% овалового продукта. Это означает, что мы засчитали в бюджете почти 40 триллионов рублей, 3 бюджета. Все вместе взятое, это свидетельство, что кризис углубляется, в сплоченности единство не может быть. А выступление президента Путина, святейшего патриарха Кирилла и нобелеского лауреата Алферова в Думе, казалось бы, должны были сплотить и объединить всех, но этого не наступает. Почему? Потому что формула выработана. Давайте возьмем наследство, все лучшие ценности святой России, российской державности и советской справедливости. Но вместо этого по-прежнему усиливается раскол, обнищание аграрда и паралит целых отраслей производства. Поэтому мы решили вынести на плену эту тему, исследовать ее на протяжении всей тысячелетней истории и показать, что без опоры на лучшее, что было в нашей тысячелетней истории, а вершиной была советская эпоха, она была самой созидательной, она собрала едино порушенную Российскую империю, она позволила провести супериндустриализацию, она дала возможность победить фашист, прорваться в космос, создать ракетно-ядерный президент. Без опоры на этот уникальный опыт невозможно выйти из системного кризиса. А мы продолжаем проваливаться в эту яму. На мой взгляд, общество прислушивается к этому. И партия готова к широкому союзу государственными патриотическими силами, идя на очередную выборную кампанию, как губернаторов, так и законодательных собраний, и на президентский выбор. Вот смысл нашего пленума, его содержание и главный лейтмотив.